МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На территории, отведенной под строительство нового микрорайона, в северной части города кипит работа. В новом учебном году в средней школе номер 16 для учащихся восьмых-девятых классов откроются транспортные классы с углубленным изучением физики, математики и информатики на факультативных занятиях. В Барановичах на базе детской поликлиники, которая располагается на Чкалово-2, работает центр «Дружественный подросткам.Контакт». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «О вести Барановичи». Правовым актом установлены формы бланков биометрических документов, удостоверяющих личность в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронные средства биометрической идентификации, криптографический токен аутентификации для выезда из Беларуси или въезда в страну в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронные средства биометрической идентификации. На территории, отведенной под строительство нового микрорайона в северной части города, кипит работа. В этом году строители начнут возводить первые два дома из 46 намеченных. Большинство зданий будут высотой в 9 и 10 этажей. Первую линию вдоль Советского проспекта планируется застроить 16 этажками. На территории, отведенной под строительство нового микрорайона Анисимовича, кипит работа. Будущий район закладывают в северной части города. Северный 2 состоит из первой очереди строительства, а в ней – 4 мини-квартала, каждый из которых будет выполнен по своей гамме цветов. Первый мини-квартал увязан с уже введенной в эксплуатацию летом 2019 года жилым домом напротив гипермаркета. Первый этап застройки Северного 2 находится в районе гипермаркета Корона. Заказчик строительства – УКС города Барановичи. Разработчик – Брест Жилстрой. Сейчас на стройплощадке работает многочисленная техника. Территория расчищена, специалисты уже завершают прокладку инженерно-транспортных коммуникаций, проложили большой объем сетей канализации, который нужно было ввести на достаточное расстояние. Необходимо было построить две канализационные насосные станции. В этом году строители начнут возводить первые два дома из 46 намеченных. Большинство зданий будут высотой в 9 и 10 этажей. Первую линию вдоль Советского проспекта планируется застроить 16 этажками. В новом микрорайоне смогут поселиться более 16 тысяч человек. По проекту там предусматривается строительство дошкольных учреждений, магазинов, аптеки и других объектов социальной инфраструктуры. А Низмыч и основная площадка также будет продолжаться уплотнение жилой застройки. Один из таких участков находится в районе улицы Волошина, где будут строить 4 электродома. Освобождают еще одну площадку по улице Профессиональной для возведения 4 домов. Всего в Барановичах в текущем году планируют построить 79,5 тысяч квадратных метров многоквартирного и индивидуального жилья. В Беларуси продолжается вакцинация работников стационарных учреждений социального обслуживания. Привиты уже почти 53%, в том числе 42% работников получили две дозы вакцины. Наиболее активная вакцинация проводится в Гродненской области, где прививки получили почти 75% работников. Вакцинируются и проживающие в стационарных учреждениях. Процедуру прошли около 86% человек, из них более 78% получили две дозы вакцины. В новом учебном году в средней школе номер 16 для учащихся 8-9 классов откроются транспортные классы с углубленным изучением физики, математики и информатики на факультативных занятиях. В новом учебном году в средней школе номер 16 для учащихся 8-9 классов откроются транспортные классы с углубленным изучением физики, математики и информатики на факультативных занятиях. В школьном расписании также появятся профессионально ориентированные занятия, объединения по интересам, предназначенные для знакомства молодых людей с железнодорожным транспортом. Занятия будут проходить в дорожном центре. Транспортные классы должны стать точками притяжения талантливых ребят, желающих связать свое профессиональное будущее с железной дорогой. Центр обладает современной материально-технической базой, современное учебное оборудование, на котором ребята могут на практике познакомиться с теми физическими явлениями, которые они изучали на учебном предмете физика в школе. Зачисление транспортной классы будет проходить на основе ведомости годовых отметок и принимается заявление от учащихся всех школ нашего города. Безусловно, мы будем ориентироваться на конкурсную основу. Основная цель открытия транспортных классов – заинтересовать ребят перспективами дальнейшего построения карьеры на железнодорожном транспорте и обеспечить высокий уровень подготовки учащихся по техническим предметам, необходимым для поступления как в учреждение профессионально-технического образования, так и в высшее учреждение образования Республики Беларусь, готовящее специалиста для работы на белорусской железной дороге. Наша цель Барановской отделения «Белорусской железной дороги» в том, что к нам на предприятие придут уже люди, не побоюсь этого слова, которых заразит железная дорога. Занятия по объединениям не дублируют школьную программу, идут дальше с помощью интересных и познавательных лабораторных работ ребята смогут погрузиться в мир физики и мир железных дорог. Современное инженерное образование предполагает подготовку профессионалов, способных к комплексной исследовательской проектной и предпринимательской деятельности. В профориентационном блоке образовательной программы «Белорусской железной дороги» активно используется принцип обучения как игра, обучение как открытие, обучение как исследование. В частности, для изучения железнодорожных специальностей разработан комплекс игры и квестов. Чтобы школьники могли вживую увидеть то, о чем им рассказывают на занятии, в программе предусмотрено время для экскурсии на предприятие железнодорожного транспорта. Родители позитивно приняли новость о создании нового класса. Новость о том, что в нашей 16-й школе будет открыт железнодорожный класс, стала для нас приятной неожиданностью. И мы, недолго раздумывая, решили туда пойти учиться. Я, как мама, считаю это хорошей возможностью ученику уже со школьной парты окунуться в мир будущей профессии, чтобы в дальнейшем не было разочарования. Егор Зубович принял для себя решение связать свою жизнь с железной дорогой и продолжить семейную династию. Мой папа, он уже очень долгое время работает на железной дороге. И я с малых лет слышал о железной дороге. И поэтому уже тогда мне очень понравилось направление, очень понравились специальности, которые там есть. Современная школа учит учащихся сопоставлять собственные возможности с профессиональными требованиями, а также помогает им осуществить выбор профессии с учетом индивидуальных особенностей и требований рынка труда. Белорусские лесоводы высадили почти 200 миллионов деревьев. Этой весной всего за несколько месяцев руками лесоводов было создано около 34 700 гектаров лесных культур. Лесхозы досрочно выполнили годовой план посева и посадки леса и перевыполнили план весенней посадки, который составлял около 32 тысяч гектаров. Создание лесных культур будет продолжено осенью. Таким образом, фактические объемы лесовосстановления будут заметно выше планируемых. Лесоводы также проводили работы по дополнению лесных культур. Нынешней весной они были проведены на площади около 24 500 гектаров. В Баранучах на базе детской поликлиники, которая располагается на Чкалово-2, работает Центр дружественный подросткам «Контакт». «Контакт» – это оказание помощи подросткам и молодежи через понимание их проблем. В Баранучах на базе детской поликлиники, которая располагается на Чкалово-2, работает Центр дружественный подросткам «Контакт». Специалисты оказывают комплексную медицинскую и психологическую помощь молодым людям по вопросам психосоматического, репродуктивного и сексуального здоровья, профориентации. Главный принцип работы – конфиденциальность. Центр создан для школьников и подростков, которые столкнулись с трудностями подросткового возраста, которым необходима помощь специалистов. В нашем центре работают врач-педиатр, медицинский регистратор, психолог, пинеколог, а также центры сотрудничают с различными учреждениями города Барановича. Родители несут ответственность за детей. Из-за своей загруженности на работе они порой не замечают изменений в поведении подростка. Специалисты советуют разговаривать с ними в дороге. Когда едете или идете вместе, делиться своим мнением о просмотренном фильме, рассказывать о своих интересных школьных историях, проводить больше совместных дел и помните, что общение с подростком должно быть на равных. Если вам трудно найти общий язык с ребенком, обратитесь к специалисту, помогите себе и ему. В центр можно записаться в регистратуре поликлиники. Сюда может прийти любой желающий. За консультацией может обратиться подросток, родитель, педагог. А уже в зависимости от проблемы и от ситуации будем смотреть, к какому специалисту нужно обратиться, какая помощь нужна. Возможно, нужно обследование, возможно, нужно лечение, какое-то сопровождение. Контакт – это оказание помощи подросткам и молодежи через понимание их проблем, совместный поиск путей изменения поведения и сохранения здоровья. В Баранучах на стадионе «Дубово Спорт» 7 по 9 июня пройдет розыгрыш Кубка Республики Беларусь 2021 года по хоккею на траве среди женских команд. В соревнованиях примут участие четыре лучших состава чемпионата страны сезона 2020-2021 – Виктория Смолевичих, ХК «Минск», «Ритм Гродно» и «Текстильщик Баргу». Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!